А сейчас я вместе с вами отвечу на вопросы, на ваши комментарии, потому что, чтобы какая-нибудь связь чувствовалась сразу, и поэтому я вам отвечу на последнее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Вы слышите? Птички чирикают, друзья мои, уже всё! Весна приходит! Здесь прочитала сейчас такой комментарий. Мне пишут, советуют, что вам мужу нужна только еда. Уходите к детям! Мама этот человек использует вам. Ну, наверное, вы первый раз или недавно зашли на мой канал, и я хочу вам объяснить, что мой муж меня не использует, я сама его использую. Такого мужа, как у меня, дай Бог, чтобы все встретили. У меня необыкновенный муж, единственный. Почему я говорю? Потому что ни один турок не поймёт меня и мою жизнь, как он понял. Я очень много времени сейчас уделяю себе, своему бизнесу, своей работе, своим развлечениям, своим желаниям. И только его ублажаю в чём? В еде. Но я это делаю с таким удовольствием. Вот сегодня я сижу в субботу, да, думаю, что бы такое вкусное покушать? Налепить пельмени. Самой хочется. А потом торможу, потому что пельмени – это же всё-таки лишний вес. И думаю, вот миску пожарю, а может кабачки сделаю, посолю. Хочется что-то самой, понимаете? Он такой человек, сейчас вам объяснять не хочу столько много, но не беспокойтесь за меня. Он у меня необыкновенный человек. Он моё всё в данный момент. Но не всё в Турции. Я со своей семьёй не виделась около полтора года. И только он мне заменяет всё, теплоту дарит, любовь, внимание, всё, понимаете? Так что дети детьми, у детей своя жизнь. Один сын у меня плавает, свою жизнь будет устраивать. Дочь у меня тоже, у неё свои дети, своя семья. Я жила там с мамой. И в итоге я приходила в пустой дом, то есть где мама была. Мама пожилая, у неё своя жизнь, свой режим. И я оставалась одна. Я прожила и прошла через все эти трудности. И даже когда мы ходили кому-то на день рождения, какие-то праздники, на семьи приезжали мужья, а я шла домой одна. Мне не хотелось даже домой уходить. Не чувствовала такого счастья, как сейчас. Так что поэтому вы не знаете моей жизни. И как сейчас я живу. Посмотрите мои видео, вы поймёте, что мой муж идеальный мужчина. Пожалуйста, не нервничайте за меня, я себя в обиду не дам. Надеюсь, что я вам объяснила и донесла все причины, по которым меня не стоит жалеть. Потому что я счастливая женщина. Переходим к другим комментариям. Я решила поближе поговорить с вами. Чтобы вы хорошо рассмотрели мои морщиночки. Чтобы вы рассмотрели мои морщиночки. Девочки, мальчики, я хочу рассказать вам, что произошло с нами, и что за ссора произошла, которую я так и не дорассказала в моём видео. В тот вечер, когда я приготовила ужин, мы видели рыбу, то мой муж не сел, не поел. Он вышел на кухню, и я сижу, кушаю. Думаю, он сейчас придёт. Смотрю, он на кухне там курит и орешки кушает. Я говорю, Ашка, а почему ты, говорю, не заходишь? А он говорит, я уже наелся. Я говорю, когда ты наелся? А я всё вот, вот, Ютуб, Ютуб, начал обвинять мой Ютуб. Говорит, Ашка, ты же знаешь, что я, когда голодный, я такой злой, как собака. Оставь ты это видео, говорит, приготовь кушать. Я сказала, говорю, я так и сделала. Я сразу положила. Это не моя вина, а была вина духовки. Там я ему сказала, что 20-30 минут, и всё будет готово. И оказалось полтора часа. Конечно, любой человек мог не выдержать. А вот он, когда голодный, очень злой. И даже такой же Бабаджим. Я когда поехала в деревню, и что-то там задерживалось обедом. И он метал, но мне не показывал. Смотрю, пошёл хлеб, начал кушать, что-то кушать. Так что турки, им все любят, что вовремя, чтобы подавали им еду. И тогда они будут довольны и будут благодарны вам. Ну, о чём я хотела бы поговорить с вами. Ну, вот после того, как я увидела, что он был на кухне, я вернулась, доела, и всё больше на эту тему не разговаривала. Думала, я сегодня с этим пересплю. Посмотрю, как ты будешь вести себя. А завтра я с тобой поговорю, покажу. И он это пиво выпил, ну, сидел, да, пиво пил на кухне. И поэтому я не хотела выяснять отношения в этот вечер. Да, сами понимаете, мужчина, когда пьёт, принимает алкоголь. Ну, думаю, подожди, завтра утром я с тобой поговорю. Так это произошло, я очень переживала. Думаю, за это рыбу так он не поел. Ну, надо как-то по-другому всё. И он встал, я говорю, Ашка, иди сюда, садись. Будем разговаривать. Что за проблема? Ну, вот он мне начал говорить, какие у тебя претензии? Я так говорю. А он говорит, какие у меня претензии? Ну, я разозлился, что полтора часа пришлось мне ждать рыбу. Ты не научилась использовать технику в доме. Утюг ты не знаешь, как включать. Фурын, духовку ты не знаешь, как включать. Посудомычную машину, если вдруг там что-то горит, кнопка, ты меня зовёшь. Я говорю, ну, на это я вышла замуж, чтобы тебя звать. Я говорю, до этого жила сколько лет одна. Была и мужчина, и женщина, и я расслабилась. Мне это пофиг, говорю. Я сейчас расслабилась. Да, я дурная. Да, я тупая. Ну, я такая. Я, может, умная в другом месте, а здесь я дун-дук. И не хочу учиться. Вот это его бесит, когда я говорю, не хочу учиться. Он мне говорит, я в чём тебе могу помочь? Если ты позовешь и скажешь. Ашкин, отнеси, пожалуйста, стирку на балкон. Я отнесу. Иногда и вместе вешали. Это так. Давай помоем балкон, и я тебе всегда помогу. Давай какую-то тяжесть перенести, я тебе помогу. Это отнести. Иногда попылесосить, я тебе помогу. Но я на кухне тебе помогать не буду, мне говорит. Потому что я не понимаю. От тебя требуется единственное. Выучить, обучиться, как использовать технику. Вот если бы ты знала, говорит, технику, как использовала, тогда бы полтора часа не жарилась бы наша рыба. Но, друзья мои, может быть, и прав мой Ашкин, потому что я обнаглела, если честно сказать. Вроде бы я всё делаю, прыгаю, бегаю. Но вот сейчас вот он сидит. Сколько времени? Я один. Хорошо, допустим, вчера я всё перегладила. А иногда такое бывает, что я очень занята, я глажки полно. Он идёт вперёд неглаженную майку и одевает на себя даже. Бывает такое. Иногда бывает такое, что я... Ну, сейчас не бывает, но раньше бывало. Когда у нас не было посудомоечной машины, я оставляла посуду после гостей и утром продолжала заниматься уборкой. Он мне ничего никогда не говорил. У нас взаимопонимание с мужем. Он понимает, что я уставшая. Он понимает, что мне надо когда сделать. И факт, когда я вот два раза в моей жизни я очень сильно болела. Вы сами видели, как он ухаживал за мной. Как он мне готовил чай, как он мне готовил фрукты, как он мне таскал в душ. И вообще всё делал, как ухаживал. Когда я вот помню, вспоминаю, то самое страшное время, когда я провалилась в этот подвал, и такой ушиб получила. Вот до сих пор, только сейчас я начала чувствовать облегчение с этой ногой. И он как ухаживал, не надо забывать. Да, мы, женщины, такие бываем, что забываем всё быстро, хорошее. И плохое забываем. Плохое мы не забываем, а хорошее мы сразу забываем. Не так ли? Согласитесь со мной. Может, у нас такая натура. Поэтому я сказала, хорошо, Ашкин, я поняла твои претензии. Будем продолжать. Будем работать над своими отношениями. Он говорит, ты говоришь так, будем, будем, тамам-тамам, и делаешь одно и то же. Я говорю, хорошо, обнялась, поцеловалась, и на этом наша закончилась ссора. Сразу как-то отпустила меня. А я так нервничала всю ночь. Думаю, я ему завтра покажу. Я ему это сделаю, я ему то сделаю. Ну вот, друзья мои, всегда нужно идти на компромисс с мужчиной, своим мужем. Не затягивайте эти ваши ссоры неделями, потому что это ни к чему хорошему не приведут. Ну, а я буду заканчивать. Ну, а сейчас мы начнем готовить, кушать. Что я готовлю, сама не знаю. Сделаю такую овощную рагу из картошки, из двух кабачков. Можно и горошек добавить, можно и ногу, что-нибудь такое. А также пожарю два таких куска мяса. И у нас есть суп из мерзивы, как красный. Ну что, приступаем к готовке. А результат я вам покажу. Я никогда не знаю заранее, что у меня получится. Импровизирую во время приготовления. Ну, думаю, что будет вкусно. Сегодня такая теплая погода. До сих пор у нас все открыты окна и двери. Наконец-то я согрела. Не знаю, что получится из моего обеда. Мой муж, естественно, не знаю, будет кушать это, не будет. Но не поест я буду кушать. Заставлю кушать. Не всегда же есть мясо каждый день. Вот так ли? Для картошки я сказала, что это будет жидкое обед, поэтому надо кушать аж крем. Кабачки тоже надо кушать. Так что готовлю. А, камер не выключила. Стучу, стучу. Жарится мое мясо. Я его отбила, поперчила. Ну, а здесь вот картошка. Все есть и горошек, и табак. Не знаю, как съесть. Но уже есть. И мясной бульон. Так вкуснее. И вот здесь у нас верджелек твердых разогревается. Такой салат красивый я сделала. Ну, как всегда, лимончик. Вот такой у нас сегодня будет вкусный ужин. Каждый день я здесь кушаю салаты. Сегодня утром съела пирожок, и тяжело стало желудку. Самая полезная еда, это свежие овощи. Ну, такое страшное мясо у меня получилось. Не знаю. Вкусное будет, вкусное. Приятного нам аппетита!